Неправильное введение документов и нарушение принципа обеспечения конкуренции при заключении муниципальных договоров. Лишь малая часть замечаний счетной палаты к шахматно-шашечному центру. Нарушение надзорный орган огласил сегодня на Думской комиссии. Учреждению допущено неправомерное расходование бюджетных средств в сумме 64 169 рублей на оплату сувенирной продукции за высшим объемом. Установление выплаты не в соответствии с требованием примерного положения в облате труда работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта и осуществление расходов по ним в сумме 202 363 рублей. Несколько лет в шахматно-шашечном центре вакант на должность директора. Его обязанности исполняет Михаил Погромский. Именно он по информации счетной палаты распределял денежные выплаты начальника учреждения на премии сотрудников. Я считаю, что серьезное замечание, когда руководители сдерживают штатное расписание, тем самым экономят деньги на заработной плате и потом пускают их на премирование. Об этом мы говорили, что это недопустимо всего. И на будущее просто мы проговаривали о том, что если на момент формирования, скажем так, учебного года, да, это в первую очередь, конечно, учреждения образования, но я думаю, что к этому мы подведем и здесь. Штатное расписание должно быть, либо должно быть закрыто физическими лицами, все ставки должны быть закрыты, да, либо они просто-напросто будут закрываться. Михаилу Погромскому было вынесено дисциплинарное взыскание в виде выговора. Часть нарушений, по его словам, уже устранена. Отчеты информации о результатах проверки направлены в Нижнетагильскую городскую думу и главе города, а материалы – в прокуратуру и полицию. Знаем, что там частенько проводятся турниры шахматные, участвует очень много детей, взрослых, ну и, скажем так, вот со стороны депутатов оказалось, что в целом работа ведется положительно. Мои участники всегда были рады, они приезжие. А что касается внутренней работы предприятия, ну, счетная палата подвела итог. Я думаю, что выводы будут сделаны, ну и, соответственно, приняты определенные решения по устранению замечаний.